Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Приветствую вас перед витринами магазина Capella. Это я оставлю ссылку на Инстаграм, а также вы увидите в WhatsApp магазина. Единственное, что нужно добавлять, плюс 39. Это код Италии. И если у вас возникнут какие-то вопросы по наличию размеров, ассортименту и так далее, пишите, пожалуйста, на английском либо на итальянском. Google Translator вам в помощь. И с этим магазином меня связывает очень интересная история. Во-первых, здесь я покупала свои сапоги, которые до сих пор с удовольствием ношу. Витрины этого магазина мы с вами очень часто видели. И этот магазин в Паду является историческим. Про него мне рассказала одна мама на площадке. И этот магазин находился прямо-таки напротив кафе Педроки. И вот сейчас он переехал в другое место. И повторюсь, витрин этого магазина мы с вами видели много раз. Здесь также частично представлена одежда. И нас ждет два интереснейших видео. Более того, я знаю, что уже очень многие ожидают конкретно этот выпуск, потому что я анонсировала в Инстаграме. Один кадр из этого ролика. И сразу могу сказать, что сейчас вы увидите не только сумки и обувь, которые мне понравились. Обратите внимание, что нет никаких в этом магазине сандалий рыбака, охотника и так далее. Здесь все очень классически, все очень по-итальянски, все очень изящно, все очень женственно. И при этом здесь очень много обуви, которые мы с вами еще не видели. И могу сказать, что сегодня я одета очень своеобразно. Я думаю, что я получу много критики, но, возможно, и много комплиментов. Я знаю, что есть зрители на канале, которым искренне нравится, как я одеваюсь. И сегодня я попросила в конце уже своих съемок владельца магазина. Сегодня я с ним работала. Переобудь меня. Вот вы увидите, что он мне предложил к такому достаточно неоднозначному луку, в котором я уже находилась. Ну что ж, давайте посмотрим на ассортимент магазина. Здесь очень интересные сумки. Я вообще всегда ищу магазины, где есть что-то необычное, и тем более местное производство. И вот, пожалуйста, итальянские сумки. Дизайн вроде бы все мы с вами уже видели. Казалось бы, уже скоро распродажа, но, наверное, это видео тоже придется мне назвать, что модно этим летом, что модно этой весной, потому что подобные модели мы с вами еще не видели. Это сумки скорее на каждый день. Они объемные, они очень вместительные. Многие из них носятся на плече. Давайте посмотрим на обувь. Вы знаете, как я люблю сандалии. В особенности сандалии цвета металлик, золотистые, серебристые. Они очень красиво смотрятся под солнцем летним. И вот такие сандалии, и любые другие, с тонкими перепонками, застежками. Они очень красиво смотрятся как с брюками, так и с юбками любой длины, и с брюками любой длины любого фасона. Мне очень понравились вот такие сандалии на устойчивом каблуке. Раньше подобный каблук мне казался слишком возрастным, но теперь, вы знаете, мне очень нравится, когда ты одета современно, даже по-молодежному, можно сказать, и вот такой как будто бы возрастной каблук. Мне кажется, это очень красивый микс, очень красивое и необычное сочетание. Подобные туфли с подобным декором есть также на плоском ходу, на невысоком каблуке. И вот, пожалуйста, отсылка к знаменитой марке. Действительно, она очень цитируема. И вот такой каблук, тоже невысокий, стал мне казаться очень и очень изящным. Подобные сандалии я вам показывала как раз-таки на витринах этого магазина. И они многим понравились. Действительно, очень яркая обувь для тех, кто любит такой стиль. Почему бы нет? Такие, кстати, сандалии. Очень красиво смотрятся с брюками палаццо, потому что во время движения брюки, брючина, ткань двигается, и всегда хочется рассмотреть, а что же там такое интересное. Стразы. Все блестит, переливается. Это очень итальянская обувь сейчас вот у меня в руках и на ваших экранах. Посмотрите, она с одной стороны как будто бы ортопедическая, а с другой стороны вот так богато украшена. Это очень по-итальянски. Я же люблю вот такую классическую обувь. С ней я познакомилась в Италии. Это обувь на таком каблуке, как я уже сказала, плюс вот в таком декоре. Раньше мне казалось очень странно. Я думала, кто покупает, куда носит. Вроде бы это не магазин вечернего платья, вечерние обуви, вечерних нарядов. Но вот такая обувь, повторюсь, блестит, переливается, все искрится. Я ее так характеризую. Она потрясающе вписывается в любой аутфит, и она потрясающе смотрится именно летом. Обратите внимание, как много цвета металлик. Это бронза, это золото, это серебро, приглушенное, либо более яркое. Здесь на самом деле нужно ориентироваться не на то, что нравится, а на цвет собственной кожи, потому что вот кому-то подойдет больше бронза, кому-то подойдет больше, допустим, золота. Вот такие сандалии. Это, наверное, единственное что-то очень современное, что я нашла в этом магазине, и была этому очень рада. Мы, кстати, с владельцем магазина пообщались на эту тему, и он тоже за, скажем так, классику. Но вот эта классика, она на самом деле самими итальянцами не воспринимается как классика. Это то, что им нравится, вот обувщикам, которые делают закупки, либо которые производят обувь. Сейчас на ваших экранах сапоги, я их вам показывала, это Via Roma 15. Это знаменитая итальянская марка, итальянки ее очень любят, обувщики ее тоже любят, часто закупают ее. И вот из летней коллекции две модели сапог. Мне же понравились вот эти, не знаю, сандалии, ботинки. Я, возможно, на такой грубой подошве бы не носила, но на другом бы человеке, на другой женщине, моднице, мне бы точно понравились. Вообще обувь с перфорацией это очень распространенная история, потому что, безусловно, обувь, которая дышит, позволяет дышать ноге. Посмотрите макосины. Макосинов и лоферов очень много, при этом нос заострился, но есть самый разный мыс. Вот это на самом деле, опять же, намек нам на то, что то, что нравится, то и носим. Но макосины, посмотрите, прям-таки в большом количестве. И очень интересно, что на первом этаже спортивная обувь, белые кеды, кроссовки, полукроссовки не представлены, они представлены внизу. То есть на витринах мы увидим вот то, что я вам показываю. И зайдя в магазин, который расположен на нескольких уровнях, мы тоже увидим то, что я вам показываю. Магазин не очень большой, но очень богатый на ассортимент, поэтому у меня хватило отснятого материала на два видео. Вот такие заостренные балетки, балерины. Очень красиво смотрятся с брюками. С брюками смотрятся, на мой взгляд, даже лучше, чем с юбками, потому что вот юбки и платья в сочетании с такой обувью остроносой приобретают, мне кажется, слишком романтичный оттенок. Это не всем женщинам подходит, это зависит от прически, от того, как они передвигаются, насколько бодрый у них шаг, потому что даже это влияет на восприятие того, как мы одеты. Но с заостренным носом вот такие балетки, открытые сандалии, возможно, без задника, потрясающе смотрятся с брюками. Абсолютно любой фасон, любая длина брюк очень хорошо смотрится вот с такими заостренными балетками. Кстати, внимание! И, собственно, опыта могу сказать, что помимо того, что в заостренных балетках, макосинах достаточно сложно передвигаться, на мой взгляд, не стоит брать с открытой пяткой, потому что пятка начинает подвисать. Вот в этот узкий нос, нога, даже если ты берешь на размер больше, как будто бы не проходит. Посмотрите, золото, бронза, разных оттенков, разных цветов на вашем экране. Повторюсь, обуви цвета металлик очень много всегда, каждое лето, просто потому, что все в Италии знают, кто любит красивые обувь, что такая обувь очень красиво смотрится именно летом. Давайте посмотрим на сумки. Они тоже сверкают и переливаются. А вот Стюарт Вайтсман, очень люблю я эту марку за простоту дизайна, за то, что дизайн не меняется с сезона в сезон. Вот конкретно эта модель мне очень нравится. Тонкий каблук, смотрится изящно, и высота каблука разная. У меня подобные босоножки, но на толстом каблуке. И вот сандалии, которые мне очень понравились. Единственное, что я сегодня на них вблизи посмотрела, для меня слишком квадратный мыс, но вот такая идея сандалий, они в переводе с итальянского называются сандалии-рабыни. Мне кажется, звучит как-то не очень, но смотрится эффектно подобная обувь. И Стюарт Вайтсман очень я люблю, потому что обувь в большинстве своем очень удобная, ну и безусловно очень качественная. Кстати, Стюарт Вайтсман, он являлся первопроходцем, потому что касается бадфортов, сегодня я тоже в бадфортах, никто не мог до него сделать вот такую эластичную кожу. И он первый, кто смог сделать подобную эластичную кожу, поэтому его обувь стоила очень дорого, он был инноватором. Вот такая обувь классическая, тоже всегда смотрится изящно. Посмотрите, эта обувь была актуальна, такой носок и такой каблук была актуальна, мне кажется, 10 лет тому назад актуальна, сейчас. Вообще, в Италии, посмотрите, ты действительно можешь выбрать и носить то, что тебе нравится, потому что вот такого диктата тренда, его просто не существует. Ну и давайте покажу я вам, как я сегодня одета и покажу, что мне к этому наряду подобрал владелец магазина, у него многолетний опыт выбора обуви, но не оказалось моего размера, чтобы примерить. И потом выбор пал на эти сапоги, и вы не поверите, в этот момент я воскликнула, и я тоже, тоже думала, что именно это будет смотреться здорово. Когда я эти сапоги померила, все, кто были в магазине, смотрели, потому что мы сошлись во мнении, что это так здорово смотрится. Вот много металла, кружева, плюс пиджак кожаный сегодня на мне. Казалось бы, не сочетаться все это должно, но это смотрелось очень здорово. Мне очень понравилось, я теперь не сомневаюсь, эти сапоги будут моими, как только дадут скидочки, то я за ними обязательно приду. И действительно, эти сапоги вызвали у меня лично большое количество вопросов, когда я их увидела, но теперь, когда я их примерила, все сомнения отпали. Ну что ж, мои прекрасные зрители, благодарю магазин Капелетта за гостеприимство, я обязательно сюда вернусь еще раз, давайте я покажу вам Инстаграм. И на этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения, прекрасного дня, это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok